Они объединились в инициативную группу и сели за круглый стол, чтобы обсудить и предложить. Многодетные семьи пообщались с главой района. Подробности встречи у Карины Харитоновой. Они не только успевают справляться с семейными заботами, но и принимают активное участие в жизни города. Например, Наталья Кривоносова, мама пятерых детей и председатель общественной организации «Подсолнух». Мы занимались благоустройством скверика Комсовольского. Мы такое шерство взяли над дубом, который на пересечении Гагарина и Ленинградского шоссе. Мы каждую 9 мая занимаемся, там субботник. Такую инициативность и неравнодушие к родному городу Алена Сокольская полностью поддерживает. Более того, считает, что таких семей должно быть больше. А для этого необходимо встречаться чаще. Летом, конечно, это очень интересно будет сделать большой выход на природу с учетом того, чтобы провести, может быть, даже какую-то военно-патриотическую грудь и позорниться. Почему бы и нет? Это будет очень здорово. Если мы говорим про осенний период, то это можно сделать и совместную какую-то акцию, посади дерево, сделать аллею многодетных семей. Кстати, как раз аллею многодетных активисты и попросили у главы района. А еще шефство над городским сквером и даже совместную сдачу норм ГТО. Но и это еще не все. Могли бы мы поучаствовать в встрече Деда Мороза отдельно колонны от подсолнухов? Вообще здорово, давайте. Причем вам ничего выдумывать особо не надо. Вас во что ни одень, подсолнух в руки, вот ваша группа. А если подумать, что у нас же все-таки год литературы и связать все это с произведениями детских писателей. За круглым столом обсуждали и насущные вопросы. Компенсацию оплаты за детский сад, отмену второй смены, а особое внимание уделили вопросу школьного питания. Мы вправе создавать вместе с сотрудниками образовательных учреждений комиссию. И выходить, и посмотреть, и проконтролировать как раз-таки и соответствие меню приготовленных блюд. И внести свои, самое главное, вносить свои предложения по организации питания. Всего в районе более 800 многодетных семей. Они получают все предусмотренные законом льготы. Это компенсация коммунальных услуг и право бесплатного проезда, и путевки в оздоровительные учреждения. А сейчас, отметила глава района, прорабатывается вопрос о предоставлении семейного абонемента в бассейн. Карина Харитонова, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.